Блин, приболел слегка, оказалось столько интересного пропустил. Генерал российской пропаганды превзошел самого себя на уходящей неделе во вторник вечером в эфире главного государственного телеканала с говорящим названием «Россия». Подчеркиваю, не где-то на просторах Ютьюба, а в эфире национального телеканала отморозок договорился до того, что начал хвалить Гитлера. Назвал главного преступника всех времен и народов, цитирую, смелым человеком, который доблестно воевал во время Первой мировой. Господа, это аут. Я, конечно, недавно не жду от этих конченых ничего хорошего, привыкать начинаю к бесконечному вранью с элементами мерзости и хамства, но в данной ситуации, я считаю, упырь должен быть привлечен к ответственности, причем по серьезной статье, пожалуйста, 354.1 «Реабилитация нацизма». У нас, блин, Навального судят всего лишь за оценочное осуждение пропагандистского ролика, и в том ролике снялся человек, похожий на ветерана Великой Отечественной, и так вот обвинение вывернуло все таким образом. Будь то оппозиционер лично ветерана оскорбил, хотя я, например, ни разу не слышал о такой статье Уголовного кодекса, как оскорбление ветерана. Три с половиной года прокурор запросил, а тут Гитлера. Чуть ли не в героях записывает пропагандист. На глазах у изумленной публики в эфире Национального ТВ это весь мир видел и слышал. И тишина. Где ветеран? Это чего молчите? Не противно вам от этого. Ну а мы начинаем. Есть вранье, есть вранье наглое, а есть еще Росстат. Эти ребята не перестают удивлять. В четверг снова опубликовали какие-то очередные данные, согласно которым сейчас держитесь за что-нибудь. Реальные зарплаты россиян выросли на 2,5% в 2020 году. Впрочем, пропагандисты пошли дальше и даже приписали немножечко к этой цифре. В частности, российская газета заявила о 6% росте среднемесячного заработка по стране и даже нашла на каком-то потолке конкретные цифры. Ну вот пишут. Уровень среднестатистической заработной платы в ушедшем году достиг 51 тысячи рублей и даже немного больше. А в декабре данный показатель вырос еще раз и составил почти 70 тыр. Как тебе такое, Илон Маск? Значит, острая тема и на... Браво, господа, браво! Экономика по-путински в действии. Что нам стоит дом построить? Нарисуем, будем жить. Ага. Мы с вами в прошлом году пережили два кризиса, которые до сих пор не закончились, к слову. Один нефтяной, другой коронавирусный. Цены на углеводороды врухнули и все еще находятся в яме. Выровнять эти цены удалось только за счет существенного сокращения объема добычи. Чисто косметическая операция. То есть вот столько добывали, стали вот столько. На выходе, как думаете, что получится правильно, фига с дрыгой? Пандемия привела к тому, что почти полгода вся страна не работала, границы были закрыты. В итоге на грани разорения оказались тысячи предприятий малого и среднего бизнеса. Об этом мы поговорим в следующем выпуске. Арустат с пропагандистами о росте доходов населения от сказки рассказывают. С чего бы этим доходом расти, то учите, мать, часть. Зарплаты в любой фирме это самая большая часть расходов, ни налоги, ни коммуналка, ни аренда, ни даже взятки именно зарплаты. Об этом вам любой бухгалтер скажет, в том числе начинающий. Так ответьте мне тупому, как так получается? В нашей славной стране все идет в минус, а доходы населения в плюс. Ну в смысле зарплаты, у нас все работодатели клады дружно нашли. Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет. Кстати, еще один показательный момент, но это так, чтобы на досуге вам не скучно было. Как раз в четверг, когда уже вышла вот эта вот лживая публикация от Росстата, Минэкономразвитие тоже опубликовали кое-какие данные, касаются они падения ВВП по итогу января 2021, так вот знаете, в чем этот момент показателен-то? А ВВП страны как раз снизился на 2,5%. А у Росстата наоборот зарплаты на ту же величину подпрыгнули фокусники, блин. Круговорот процентов в природе. Точнее, в кабинетах правительственных зданий и учреждений. Это реальная журналистика. Врали, врем и будем врать. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали. Еще одна веселая история, касающаяся уже роста цен на продукты первой необходимости. Помните, как в декабре сказочный король сказочного королевства каблучками, цоколы, копытцами стучал, мол, мы не допустим роста цен на жизненно важные товары, вручения какие-то правительству раздавал, конницы рассылал направо и налево, ну вот. Почему в России выросли цены на основные продукты питания? Этот вопрос Владимир Путин сегодня задал правительству. И ответ у президента был. Вопрос был о том, почему рост допустили и что теперь кабинет намерен делать. Главной темой совещаний по экономике стали не абстрактные показатели, а максимально конкретные проблемы, которые волнуют буквально всех жителей страны. Подорожание сахара и подсолнечного масла, нехватка денег и безработица. А что в итоге? Странно, что пропагандисты такие темы никак не отслеживают, не продолжают. Хотя почему странно? Там как раз все вполне очевидно, поскольку по итогу Великий Корничий снова соврал. Ну так получается. Вот, пожалуйста, вам еще одно пропагандистское издание РИА Новости, чтобы не говорили потом. Будь-то я что-то выдумываю. Рост цен на овощи и фрукты в начале февраля составил в среднем где-то 2-2,5%. Ну хорошо, с овощами понятно, это может быть сезонным подорожанием. Хотя мне всегда казалось, что запасы нужно как-то планировать. У нас для этого целые структуры имеются, вроде госплана советского, кстати, оттуда они и вышли кучу денег. На этих ребят государство тратит дальше. Выросли цены на мясо, куру, рыбу, даже на маргарин, а также на сметану, творог, хлеб. А еще, внимание, друзья, на консервы и макароны. Господи, а с консервами и макаронами-то что случилось? Для них какие-то особенные условия хранения необходимы? Или там какие-то очень жесткие сроки ограниченной реализации у данных товаров, типа месяц и привет? Впрочем, разумеется, хлы в очередной раз все свалили с больной головы на здоровую, обвинив в произошедшем торговые сети, типа это они в сговор вступили. Никто при этом почему-то не удосужился вспомнить об увеличении ввозных таможенных пошлин, о росте цен на бензин, о подорожании тарифов ЖКХ. Действительно, зачем? Хотя главное, как по мне, тут в другом смысле я бы по-другому акценты расставил еще раз. В декабре Путин лично потребовал от правительства сдерживать цены хотя бы на самые важные продукты. Что значит сдерживать? А это значит и выделить субсидии, которые покрыли бы разницу. Те самые проценты удорожания, разницу для торговцев. И мы бы, простые смертные, ничего не почувствовали. И во всем мире так делается. Ну а в России, как обычно, поговорили перед камерами и разбежались. Главное, ведь чтобы ватный Ваня увидел по ящику, как дядя Вова о нем беспокоится. Этого хватит. А может и правда выделили какие-то деньги. Просто разворовали все, как обычно, по дороге. Хотя есть еще третье предположение, самое печальное. А может просто не слушает уже никто Солнцеликова. Может его слово больше не весит ничего. Я, господа, просто варианты набрасываю. А вы уж сами выбирайте версию, которая вам кажется более убедительной. А вообще мне тут на глаза попался один документальный фильм. Ютуб порекомендовал. Ну как фильм. А гидка НТВшный, никакой ценности из себя не представляющая. Зато с громким названием. Кто стоит за Путиным? Возумеется, там и подача соответствующая. Ответы на этот вопрос давно и во всем мире ждали многие враги. Сейчас они прильнут к экранам. Ну а мы вам расскажем. Дальше 48 минут воды и пафоса. Ожидаемый вывод. За Путиным стоит многомиллионная армия российских избирателей. Я к чему вам это сейчас поведал. А вы знаете, действительно задумался после того, как кто же стоит-то за Владимиром Владимировичем? Не поверите. Ну понял, что никто не стоит. Нет там никакой многомиллионной армии избирателей. И даже просто сторонников давным-давно уже нет. Двухпроцентную горстку сумасшедших. Плюс халуи и лизоблюды вроде Соловьева. В расчет их брать не будем. Я просто все больше убеждаюсь. В последнее время Путин это миф. По крайней мере сегодняшний поздний Путин. Прошу вас отнестись к этому. С пониманием. Все, что за ним стоит, дорогущая пропагандистская машина. Режиссеры, операторы, лживые типа репортеры, сценаристы, райтеры. Все. Нынешний Путин это придуманный образ. Образ, который существует лишь в телевизоре, да на подмостках, театрализованных шоу. Куда нас с вами все равно не пустят. В смысле в эти театры. Там даже статисты свои собственные. Потому что, ну для понимания. Помните, был такой сказочный персонаж Гудвин, великий и ужасный. Да, волшебник изумрудного города. А кем он на поверку-то оказался, не вспомните. Да просто маленьким, плюгавеньким старичком, актером из Арканзаса. Который всем тупо наврал. Про этого Гудвина не существовало. Там, кстати, и город-то был неизумрудным. Как выяснилось. Просто ходить жителей заставляли в зеленых очках. Наш случай очень похож. Не находите? Задам один простой вопрос. Меня смотрят тысячи людей. Кто из вас видел Путина вживую в последнее время? Я имею ввиду после выборов 18-го года. На каких-то встречах с избирателями может быть. Может быть знакомые у вас есть, которые видели человека. Только вот у меня таких знакомых нет. Он ведь даже на пресс-конференции последний общался с журналистами. Через телевизор не обратили внимания. А крайний Гудвина вообще из бункера не вылезает. Существует какой-то параллельной реальности по ту сторону экрана. И больше нигде. Раньше хоть на людях появлялся. Ну, по крайней мере, перед выборами, а сегодня. Ладно. Это была реальная журналистика. Переваривайте. Еще раз прошу прощения, что пропал ненадолго. Но я живой человек. Иногда болею. Подписывайтесь на оба наших канала. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте. С темы предлагайте. Поднимем, обсудим. А я за всем спешу откланяться. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok